Вне закона и без средств. Что ожидает ассоциацию братья-мусульмане, которая не так давно еще находилась у власти? В понедельник Каирский суд объявил о запрете деятельности братьев в Египте. Финансовые активы и имущество ассоциации и подконтрольных ей структур подлежат аресту. Исламисты заявляют, что будут обжаловать вердикт, который они считают незаконным и политизированным. Между тем, эксперты в области права придерживаются противоположной точки зрения. Данное постановление было принято в рамках существующего закона и исключительно на правовой основе. Запрет абсолютно законен и не обусловлен политическими мотивами. Силы и безопасность Египта приступили к конфискации зданий, находившихся до последнего времени в ведении братьев-мусульман. Основной печатный орган политического крыла ассоциации также прекратил свое существование. Говорит житель Каира. Братьев-мусульман запретили сами египтяне, народ. Никто не хочет иметь с ними дело. Грустно, конечно, что все так получилось, но они сами виноваты. Их политика потерпела неудачу. Исламисты завоевали популярность путем благотворительности и социальной поддержки беднейших слоев населения. Но придя к власти, братья буквально за год растеряли часть своих сторонников. Хотя их поддержка все еще сильна. Сдаваться исламисты не намерены и грозят акциями неповиновения и забастовками. На повестке дня в Египте стоит важный вопрос. Как достичь всеобъемлющего национального примирения после принятия решения о запрете братьев-мусульман? Их удалили с политического поля. Между тем, в течение десятилетий организация была и остается, даже вне закона, серьезной политической силой в стране. Еуроньюз, Каера.